Поэтому если вам говорят, что, знаете, тут фальсифицировали выборы и так далее, и так далее, не верьте этому. Да, мы последние выборы фальсифицировали, я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86%. Это правда было. Если сейчас начать пересчитывать бюллетени, я не знаю, что с ними делать вообще. Это европейцы до выборов нам говорят, ну если будут примерно европейские показатели на выборах, то мы ваши выборы признаем. Мы не старались сделать европейские показатели. Но тоже, видите, не получилось. Пообещали, что если европейские, то все будет нормально. Сделали европейские, ненормально. Итак, как у нас и было заявлено, сегодня мы поговорим на тему выборов в Беларуси. И сейчас я передаю слово нашему сегодняшнему гостю, Игорю Клещуку, который лично участвовал, был наблюдателем на трех выборах, то есть и президентских, и парламентских, и в местные советы депутатов. Итак, Игорь, расскажи, что там было и как конкретно проходил процесс. Привет, друзья. Я просто сначала опишу немножко о своей ситуации. Я на самом деле к политике никак не отношусь. Я ни кандидатом не был, ни участвовал в каких-то выборах. Я обычный наблюдатель. И это вот наш стрим сегодня, это именно рассказ человека, который наблюдал за тремя компаниями. А почему именно хорошо ходить как наблюдатель на выборы? Ты видишь всю подноготную выборов, ты видишь, как председатели комиссии подгоняют голоса, как они фальсифицируют, ну и в принципе, как они всё это мутят, так скажем. Потому что по-другому назвать это нельзя. Ну то есть на самом деле я по специальности художник, ну довольно широкого профиля, аниматор, керамист. И как бы я всё время задавался вопросом, как жил, начиная с президентства нашего Лукашенко, товарища, и почему народ за него голосует. То есть мне было интересно, как это так, как такого неприятного человека, ну для многих он, наверное, неприятен, особенно сейчас, как бы, и такой, ну довольно наглый, неприятный человек. И как люди голосуют за него. И вот как бы мне получилось так, что благодаря компании «Право выбора» я попал на наблюдение непосредственно за выборами. И как бы и скорее всего даже этот стрим будет как реклама этой компании. И желание, чтобы народ приближается к 2020 год, ну и будет очередной такой фарс. И просто нужно каким-то образом проявлять гражданскую сведомость, так скажем. И идти на предстоящие выборы, и желательно в качестве наблюдателя. И, как говорится, наблюдать, и фиксировать это всё, и особенно фиксировать фамилии председателей, которые занимаются непосредственно пульсификацией. А, как известно, сейчас вот новый вступает в силу декрет от унияств, номер один. И многие из участников вот именно этих фальсификаций на выборах, ну исполнителей, служак таких, хороших служак, они будут участвовать в комиссиях по выявлению вот именно людей, как они считают, неблагонадёжных. Ну и поэтому, как бы, я считаю, что, ну вот, нужно это всё фиксировать каким-то образом, хоть каким, на видео. По этому поводу. Ну, этих нарушителей. Ещё раз вопрос задай, плохо слышно было. Я говорю, по-настоящему фиксировать вот этих нарушителей, ну, кто фальсифицирует в выборах? Это как с милиционерами, которые неправомерно сажают эти действия. База в данных такая есть. И по поводу вот этих нарушителей по выборам, то же самое база. Ты имеешь в виду, что база вот эта вот, которую анархисты создали, да? Да, типа это. Бандалуки. Бандалуки. Ну, может быть, я не знаю. Ну, просто я говорю, что на самом деле, вот как я вот всё время посещал эти семинары по правовыбору, на самом деле покрытие участков нашими наблюдателями довольно маленькое. То есть у нас там из 100% там, ну, как хотя бы покрыть 20%, понимаешь? И как бы, ну, и всех этих нарушений, как бы, всё равно не заметишь. То есть, ну, просто потому, что ресурс человеческий довольно ограниченный, понимаешь? И многие люди, как бы, многие вот как раз-таки верят в выборы, понимаете? Многие считают, что там, что они всё-то, что что-то можно поменять. Многие в них как раз-таки не верят, и поэтому не приходят. В этом логике. У меня вот почему-то вот когда ты задаешь вопрос, у меня очень плохая, плохо слышно у тебя. Ну, тогда фонит, да, я знаю. Ну, у него это. Давай лучше либо через серого кота, либо через серый код будет дублировать сообщение, либо ещё что-то. Потому что вот я серого кота, я очень хорошо слышу. Потому что я с компьютера захожу. Я вот не знаю, меня на стиле нормально слышно. Ну, думаю, что да. Это в чате тебе могут ответить. Итак, вот расскажи конкретно, вот ты был наблюдателем на президентских выборах. На президентских выборах. Ну, по порядку просто, как бы, я не знаю, давай сначала, может быть, ну, если это, как бы, такая рекламная кампания, я немножко зачитаю по поводу самой кампании, вот такие вот, как бы, ну, какие в него входят политические структуры. Как бы, понимаешь, потому что, например, вот многие не понимают, считают, айтем я, может быть, ну, есть три ещё способа, кроме вот участия в компании в этой. Можно от трудового коллектива какого-то пойти, когда собираются подписи, от трудового коллектива и направляются на участок. И можно из соседей 10 человек найти, которые на твоём участке будут ходить и голосовать. И они ставят подписи на то, чтобы выдвинуть себя наблюдателя. Но минус этих выборах... Смотри, Игорь, тут есть такое дело наоборот, что многие люди не верят в выборы и не ходят на них. Ну, понимаешь, это, я называю, пассивный бойкот. Он ни к чему не приводит, потому что, как правило, у государства нашего всегда находится административный ресурс очень большой. Те же военные, те же учителя, те же студенты, которые иногородние, которые в Минск приезжают на учёбу или что, их там вынуждают досрочно голосовать. То есть у государства очень большой административный ресурс, которым она пользуется, как правило. И, как правило, ходить... Вот это вот в 15-м году я был активный бойкотчик тоже. Но как бы они... Ну, и им, может быть, даже это и лучше. Они как бы так спустя рукава скажут, ну, давайте, мы там сами намутим что-нибудь. Но, как бы, понимаешь, смысл в том, что нужно, например, если ты идёшь на выборы, нужно их, этот, эти, вот твой голос как-то отстоять. Ну, не знаю, вот, например, ну, как моё предложение, так надо, например, после закрытия участка приходить и всем проверять количество проголосовавших. Потому что зачастую, вот, например, на президентских выборах у нас была стопка очень большая за Короткевич. Ну, то есть то, что я видел, нас подпустили, например, за метр к столу, и я видел, там стопка увесистая была. И на урне по досрочному голосованию, на урне по выездным урнам, и, и этот, и на день основного голосования. Там очень много было голосов, но в результате поставили, по-моему, около 37. То есть там был даже конфликт небольшой. И, как бы, ну, вот это вот именно, вот эти вот первые выборы, на которые я понял, что, ну, как бы, ну, это дало мне убеждение, что выборов просто нет. Понимаешь? Хорошо, ладно. Тогда давай перейдём к конкретике. Вот как ты первый раз вообще стал наблюдателем на выборах? Как ты регистрировался? Может, ты куда-то шёл, куда-то подавал заявки? Расскажи по порядку, вот как, что конкретно делал? Именно свой личный опыт. Во-первых, смотри, что получается участие, структур каких, в кампании права выбора. Та же партия БНФ, белорусско-христианская демократия, белорусско-христианская демократия, белорусская социал-демократическая партия «Громода», движение за свободу, гражданская компания «Говори правду», белорусская партия «Зелёная», а так, и рэп, профсоюз. Вот если человек, например, у человека есть желание какое-то участвовать как наблюдателем, он направляется вот как в эту организацию какую-то из них. Тот же, вот, например, у меня был инструктаж один или два дня непосредственно в рэпе, в профсоюзе революционной промышленности. И как бы, ну, они давали направление, но на тот участок, на котором я потом около полнедели, может, неделю я там был, понимаешь? Вот. Как бы я там пробыл немного. Как правило, вот знаете, все люди, которые участвуют в наблюдадении, и они довольно сильно активничают, их, как правило, не пытаются, чтобы он не досидел до конца. И как бы если ты там пишешь постоянно жалобы, а жалобы нужно писать периодически, чтобы, ну, как бы не показывать, что выборы прошли там кристально чисто, и как бы они, председатели, пытаются любыми способами тебя из участка выкинуть. То есть, соответственно, если им надо выкинуть, они найдут любую зацепку. То есть у меня, например, вот на президентских выборах меня нашли причину, что у меня неправильно проставлена квартира дома. Ну, там действительно была ошибка, ну, и как бы я ее заменил на следующий день, когда, ну, пришел в РЭП, Игорь Комлик мне проставил, это вот сейчас вот человек, которому грозит судебная, ну, там, и уголовная статья. Он мне проставил... Ну, это, скорее всего, такая подстава, это понятно. Просто получается так, что он мне проставил новую квартиру, ну, то есть поправил ее. Я принес ее на следующий день, мне сказали, нет, мы не примем это. То есть у меня уже было новое направление с новым номером квартиры. То есть, получается, я еще забыл объяснить, что когда ты направляешься на участок, ты приносишь аккредитацию, то есть какой-то документ, который тебе позволяет наблюдать от какой-то, либо от трудового коллектива, либо от, как у меня, в случае моего, это политическая организация. Как получить эту аккредитацию? То есть расскажи, какие есть способы. Вот человек обычный самый, он хочет пойти наблюдать, он хочет получить аккредитацию. В одну из восемь вот организаций, которых я назвал. И только это, а других способов нет? То есть если человек не оппозиционер, если он не придерживается оппозиционных взглядов, он хочет быть наблюдателем. Ты понимаешь, я еще раз повторяю, что выборы, то есть, ну, если ты направляешься в трудового какого-то коллектива, то есть направление тебе идет, то там нет обучения, как вот в этих организациях. То есть ты там приходишь, там тебе не дают никакого обучения. Вот на самом деле вот эти вот организации, они дают какие-то какие-то знания по кодексу выборному, по многим другим вещам. Например, как бы мы, как представители компании права выбора, мы постоянно сидим каждый день и ведем подсчет зашедших в кабинки, понимаете. А все остальные, там, от других, от провластных организаций, например, или просто там наблюдатели, они как бы приходят, вот посидят часик, например, ну или 15 минут, да, посмотрят на это все действие и пойдут. Ну что это за наблюдение? Это, ну, как бы это не наблюдение, это так, знаешь. Поэтому я все время, поэтому, скорее всего, вот этот, ну, это наша беседа, это скорее такая, знаешь, реклама компании права выбора, чтобы ходили люди именно там, через эту компанию обучались. Вот. А если человек, ты говоришь, не оппозиционер, ему хочется там от себя там или как, вот я сейчас тебе зачитаю, так, минутку, сейчас посмотрю страницу. У меня как раз таки есть, это, ну, как бы книжка осталась из всех выборов президентских. И я просто тут периодически сделал какие-то выписки, понимаешь. Ну, блин, извиняюсь, ну, конечно, тут как бы довольно сложно найти это все, но сейчас, под минутку. Ну, вот, в общем, направление, одно из направлений наблюдателя трудовыми коллективами и организаций, коллективовыми структурных подразделениями организации. Трудовой коллектив, организация, расположенная на территории области района, города, районов в городе, направляет наблюдательное заседание соответствующей областной районной и городской районной комиссии, городе и участковых комиссий. На участке для голосования в таком же порядке направляют наблюдатели коллектива структурных подразделений организации. При направлении наблюдателей от структурных подразделений организации наблюдателей от трудового коллектива организации не направляется. Решение о направлении наблюдателей принимает собрание от трудового коллектива организации. Собрание коллектива структурного подразделения организации. В протоколе собрания трудового коллектива организации, собрания коллектива структурного подразделения организации по вопросу направления наблюдателя указывается название, адрес и номер телефона организации структурного подразделения, число членов трудового коллектива организации, коллектива структурного подразделения организации и число присутствующих в собрании дата принятия решения, фамилия, имя. Ну, тут, в общем, много воды. Если для аккредитации наблюдателя в соответствующей комиссии представляется выписка из протокола о направлении наблюдателя, в этой выписке также должно быть указано высшее перечисление. Игорь, лучше расскажи просто своими словами, не надо зачитывать, все равно вряд ли кто-то обратит на это внимание. То есть, расскажи вот реально, то есть как, без рекламы каких-то организаций. Вот ты записался наблюдателем, ты пришел на выборы первые президентские. Вот как проходил процесс реально, вот что ты увидел, то есть как там, что было? Ну, во-первых, я заметил, что довольно отрицательная реакция на любые записывающие средства, на тот же телефон. То есть это практически во всех было, ну, во всех было этих выборах. То есть они реагировали, как вампиры на святую воду или на крест. А по правилам можно проносить, использовать там записывающие устройства для фиксации? Можно, можно еще раз. Во-первых, понимаешь, есть статья 13, которая говорит, что выборы должны проходить гласно и открыто. Понимаешь? И как бы это основная статья, которая входит в ступор, в спор с тем, что происходит на участках. Понимаешь? Когда они говорят, что, ну, то есть они демонстративно, они говорят, если мы еще раз увидим, там, у вас телефон в руках, там, с 5С, вот. Если мы увидим, мы удалим вас из участка. Понимаешь? То есть это, как бы, вот основная проблема, вот, как бы, которую я заметил на всех трех участках. То есть они понимают, что они творят, как бы, беспредел, да, что они фальсифицируют просто. И они, как бы, вот пытаются таким способом, ну, как бы, чтобы как можно меньше информации попадало в сети. А с тем более сейчас, когда появится интернет, он довольно распространен в нашей республике. Поэтому такие вот дела. Вот, ну, как бы, могу дальше рассказать, как все было. Да, рассказывай по порядку. Да, ну, меня направили от рэпа в общежитие мясокомбината на Казинца. Как бы, и там я, ну, как бы, аккредитовался. Там председатель была Лазука Ольга Федоровна, по-моему, такая, она бухгалтер была на местном комбинате. То есть это человек, председатель, который, как бы, занимает какую-то должность там на самом местном комбинате. Ольга Владимировна такая была, Лазука Ольга Владимировна. Ну, как бы, основное, что там заметил, вот именно на этом участке, это то, что они сгоняли студентов, но на досрочном голосовании. То есть там было, вот, например, вот я смотрю, сейчас открыл запись от 7 октября 2015 года. Вот я запись, какую надо ставить. Вчера был первый день досрочного голосования. Участвую в выборной команде только в виде наблюдателя. 31-й избирательный участок, общежитие от мясокомбината. Первый день проголосовало 162 человека, из них 140 студентов. Студентов загоняют на участки, требуют, чтобы проголосовали досрочно. Обычно обычных граждан, которые отправились на участок, по доброй воле, было приблизительно 10 человек в начале дня и около 6 во второй половине дня, плюс-минус. На видео одна из организованных стаи из около 10 студентов, которые принудительно отправили из гимназии МИЦТО голосовать досрочно. Таких набегов на участок было около 3-5. Ну, в общем, я думаю, пора пускать видео. Да, итак, сейчас мы продемонстрируем вам это видео. Продолжение следует... Да. Управатели понятны, что у нас есть? Да. Управатели понятны, что у нас есть? Да. Управатели понятны, что у нас есть? Да, и то, что у нас есть. Управатели понятны, что у нас есть. Ну, что? Управатели понятны. Привет, друзья. Итак, вот вы посмотрели видео, на котором была запись того, как несколько студентов опросили на этот счет, и они даже на камеру признались в этом. Итак, Игорь, расскажи дальше, что там происходило. Ну вот просто я посмотрел в конце видео, такая интересная запись была, вас украдут в 5 лет. На самом деле у нас уже украли 25 лет. Просто срок президента 5 лет, поэтому проголосуйте не так, еще 5 лет терпите. Ну как бы да, я просто так, коммент такой, знаешь, я тогда немножко наивный, для меня этот первый опыт был, он такой, знаешь, довольно эмоциональный тогда, я так воспринял это все. Хотя, как бы, должен был понимать уже давно, что, как бы, у нас выборов особо нет, понимаете. Вот. Ну это основной тип вот такого нарушения, когда людей сгоняют. Я думаю, что, ну, я был свидетелем именно на президентских выборах, например, на парламентских я был свидетелем немножко другого типа голосования, когда вкидывают в урны для выездного голосования голоса. То есть они, как бы, не добирали, ну это я расскажу про, начиная, когда начну рассказывать про парламентские выборы. По-президентским уже все или еще есть что-то случилось? По-президентским, как бы, она меня удалила, вот как я рассказывал, по формальной причине. По формальной причине она меня удалила из участка просто потому, что у меня не проставлен был дом. Ну, на самом деле, из-за того, что я активничал, писал жалобы, например, жалоба была одна, а я ее писал по поводу того, что в кабинете по голосованию находился в обед и в ночь его милиционер. А это, ну, как бы, нарушение, оно противоречит основным статьям избирательного кодекса. И, как бы, что хранение ящика обеспечивается председателем участковой комиссии, только им. То есть, опять же, если вот приводить статьи, то это 53-я статья избирательного кодекса. Это я то, что помню, на самом деле. Ну, как бы, понимаете, вообще милиционер — это представитель власти, и его, как бы, нахождение на участке — это человек, во-первых, подневольный. И он, как бы, ему приказ дали, он его выполнил, да. То есть это, как бы, даже в избирательном кодексе написано, что, то есть не написано, что он обеспечивает сохранность урны, понимаете. И сохранность урны обеспечивает председатель комиссии. Вот как только я начал писать эту жалобу, только я начал ей это вот пытаться рассказать, она меня тут же вот нашла причину, по какому поводу меня удалить из участка. Удалил, но, понимаете, вот я говорю ещё раз, почему плюс участие именно в качестве наблюдателя от компании «Право выбора». Тебя удаляют, но есть возможность от другой компании перенаправить тебя на другой участок. И, как бы, ну, и этим очень часто пользуются. Вот, например, меня, я не попал на, то есть меня за два дня до основного дня голосования удалили от рэпа. И потом я, мне пришлось, мне сказал комлик, говорит, едь в «Рух за свободу», и там, ну, как бы, тебе дадут направление уже на другой участок. И я уже на самом деле поехал на участок, который находится на тракторном заводе, партизанский район, по-моему. Я там уже был на основной день голосования, и там, непосредственно там председатель, по-моему, ну, какая-то из управленцев вот этого завода, он Игорь Георгиевич Идамович такой, председатель на тракторном заводе. И непосредственно там я вот видел нас почему-то, ну, я не почему-то, я считаю, что, ну, нас спустили за метр от стола, и у нас обзор был очень хороший. Ну, тех были дни, которых разлаживали участники подсчёта. Очень хороший был обзор, и мы увидели те галочки, которые стояли напротив тех участников, которые были. Вот, например, на Короткевич там была стопочка очень весистая, как я уже говорил. И как бы, ну, я как бы после этого, ну, там довольно был такой интересный случай, когда мы просили, говорим, пересчитайте эти голоса, пересчитайте их, пожалуйста, потому что, говорим, ну, там даже один человек, этот, участник наблюдений из ОГП, он говорит, я готов, говорит, раздеться, отсюда уйти, но только, ну, то есть в случае том, если действительно там 10 или 37 голосов за Короткевич. Но они, соответственно, не стали подсчитывать, они запаковали в бумагу и, как говорится, опечатали, и всё, и то есть не стали никого слушать. Ну, я, соответственно, очень тогда был на эмоциях, поднялся с места, то есть при подсчёте. Вышел из кабинета, хлопнул дверью и сразу же написал жалобу. Зачем нужно писать жалобы? Опять же, повторюсь, что жалобы, они, если вы пишете жалобы, то вы показываете, что выборы, ну, для себя хотя бы не состоялись, понимаете? Это документ, который потом покажет, что вот вы участвуете, что вы свидетели фальсификации. И, как бы, и в двух экземплярах вы пишете, например, то, что вы были свидетелем какого дела, и подаёте один документ председателю комиссии подписанной, и один документ отправляете в прокуратуру. И, как бы, ну, и они должны там, по-моему, в пятидневный срок ответить. Хорошо, вот когда тебя удалили, Игорь, с участка, то есть, когда тебя по причине того, что, как ты говоришь, дом был неправильно, квартира указана, после этого на президентских выборах твое участие, я так понимаю, наблюдательство закончилось? Или нет? Нет, я же тебе ещё раз повторяю, я тут вот только пять минут назад рассказывал про это, что меня другая организация от компании право выбора перенаправила на другой участок. То есть, можно, если даже выгнули, ещё снова вернуться. Плюс компании право выбора, ещё раз повторяю, что люди, которые, то есть, компании, которые участвуют в выборах, они в одной связке. И, например, если тебя удалили от рэпа, от организации рэпа, то ты потом едешь, например, в ту же ЛИБНФ или организацию РУЗа Свободы, они тебе направление дают на другую часть. А так как дефицит людей, по сути, то есть, любых людей, которые бы именно желали присутствовать как наблюдатель, поэтому покрытие участков очень страдает. Знаешь? То есть, например, на том тракторном участке, там один человек сидел, девушка, и она как бы всю неделю сидела и как бы… Вот представь, какое это напряжение. То есть, ты сидишь, считай, не во вражеском логове, но в таком напряжении постоянном, постоянно тебе не выйти, не покурить, там ничего не сделать, не в туалет сходить, потому что, понимаешь, ты выйдешь, а они скажут, а вот тут забежало там 100 человек, и всё уже. Ну, как бы 100 человек есть, и мы как бы ничего не знаем. То есть, вы бы отсутствовали, и проблемы ваши, понимаете? Вот. Вот такие вот дела. Да, наверное, сейчас как мы… Про парламентские дальше, то есть, да? Дальше мы, да. А, ещё вот что скажи, Игорь, а последствия какие-нибудь были? То есть, вот ты наблюдательствовал, да, пытался следить за порядочностью, так сказать, на выборах, их обличать. После того, как вся компания закончилась, не было ли преследований тебя за то, что ты пытался следить за законностью? То есть, какие-нибудь письма, может, приходили, участковый там приходил, говорил, типа, «Ух, ты нехороший ты какой, ну, нельзя так делать». Нельзя. Не, на самом деле ничего такого не было. То есть, ну, понимаешь, у нас выборы, они как бы для нашего правительства, это такой, знаешь, ответственный момент, и они пытаются его как можно быстрее пробежать. И как бы, и даже вот они, наверное, сами прекрасно понимают, что это всё фикция. И они как бы так пытаются это всё загладить, понимаешь? Я думаю, что они, ну, как бы им проблемно поднимать шум на ровном месте, понимаешь? Я думаю, что, ну, у меня, на самом деле, ничего, никаких проблем не было. То есть, я не знаю, как бы. Я, может быть, потому что не такой политичный человек, я, как бы, скажем так, аполитичный скорее. Я больше занимаюсь там какими-то, ну, работой своей, там, не знаю, творчеством, ещё что-нибудь. Ну, в общем, я тебе скажу так, что я вот 12 октября такой пост ВКонтакте разместил, сказал от себя такой небольшой вывод. И вот он как звучит. Скажу так, ребятки, выборов у нас нет, есть переизбрание. Вот мои выводы из кампании 2015. Хватит понаблюдался, видел, как считают, в кавычках, за Короткевич на моём участке 34, номер 34 в основной день голосования 10 голосов. Хотя рядом с моим столом женщина считала, и я видел нормальную такую стопочку за Короткевич, и там никак не было 10 голосов. Все, кто голосовал за Короткевич, можете подойти к Центру избиркома и попросить итоговый протокол по данному участку. Будете приятно удивлены. Ну, как бы такой вот эмоциональный пост у меня был. Да, вот, в общем, сейчас мы переходим к парламенту. Парламентские у нас были в 2016 году. Меня слышно хорошо? Да, хорошо. Расскажи, как ты стал наблюдателем, как там проходило с аудио-видео фиксацией, ну и остальное. С чем столкнулся? В общем, в 2016 году я участвовал, я помогал, скажем так, Ильи Добротвору. Ну, не знаю, можно ли назвать это помощью, но как бы один, на одном участке я участвовал как наблюдатель от команды Ильи Добротвора. Он участвовал в парламентских выборах в качестве, ну, как это сказать, парламентария или участников парламента. И он, как бы, возможно, благодаря большой команде наблюдателей и тем людям, которые помешали сделать фальсификации, хотя, как бы, так сложно сказать, как это можно помешать, но, в общем, он занял третье место. То есть, вот, например, первое место – Канапацкое, второе место – Анисим, и третье место – Добротвор, но он, соответственно, не вошёл в парламент, но он занял, как бы, внушительно в эпизодных кругах такое третье место. То есть, ну, по набранным голосам, по проголосованным за него. И, в общем, меня направили на Ждановича, и, как бы, минус был в том, что мне было довольно далеко добираться, как бы. И в Ждановичах я попал в школу для глухонемых. Как бы, и там довольно интересно было, вот самое, что вот мне тогда запомнилось, вот именно в парламентских выборах, что там реакция учителей, то есть там чувствуется их неудовлетворённость жизни очень сильная. Как бы, мне хотелось, я трёх раз, как бы, затрагивал эту тему. Говорю, ну, а как бы вы сами прекрасно понимаете, почему вы так живёте. То есть, ну, вот вы же занимаетесь фальсификациями, как бы, понимаете сами. Поэтому, как бы, ваша ответственность тут есть и довольно большая. Понимаешь? Вот. И, как бы, там меня тоже, там заметили, что я довольно активный человек, ну, то есть я так сфиксации не допущу, и меня сразу же удалили с… Я сейчас точно не скажу, какой участок. Первый участок для голосования, я так понимаю, центр глухонемых. Да. И вот меня удалили, знаешь, по какой причине? Тоже формально. У меня неправильно было проставлено печать, якобы, в аккредитации, то есть в направлении к участку. И, как бы, я позвонил своему координатору, а в выборах есть как координатор, так и оператор. Оператор – это тот человек, которому ты даёшь данные про выборы, да? То есть на тот день, например, сколько проголосовало, ты даёшь, звонишь оператору, координатору, ты звонишь, когда у тебя проблемы на участке, когда тебя удалили из участка, когда у тебя ещё что-то, и он тебя перенаправляет, например, на другой участок, да? Ну, я звоню, он говорит, давай встречаться. Я вышел из участка. Это было, по-моему, это было, сейчас скажу, это было в пятницу или в четверг. А, соответственно, основной день голосования – это воскресенье, то есть выборы. В пятницу это было. Я пошёл встречаться с ним в одном месте, и как бы там он перенаправил девушку со школы в Ждановичах на мой участок, а меня на место этой девушки. Ну и как бы довольно интересный случай был. Девушку зовут Диана, я, наверное, фамилию не буду называть. Я ей сказал, говорю, вот ты, говорю, ты сейчас получишь аккредитацию новую, поедешь на мой участок, этот, в центр школы глухонемых. И говорю, скорее всего, вот, говорю, смотри, вот у меня в понедельник, вторник, среда голосовало около 20, не больше 20 людей. То есть 20 людей там потолок был. То есть, во-первых, парламентские выборы никому не интересны, скучны. А во-вторых, люди тоже, ну, как бы и участок довольно далеко находится. Ну, как бы и так люди довольно скупо ходили. Я говорю, вот сейчас вот ты пойдёшь, говорю, вот на следующий день, даже вот этим вечером, принесёшь аккредитацию. Я говорю, скорее всего, они поставят там около сотни людей, ну, что посетили, то есть в протоколе по проголосовавшим поставят сотню, потому что, говорю, на участке никого не было. И я как бы так ошибся. Я как бы ошибся в довольно крупную сумму. Она мне вечером звонит и говорит, «Ты знаешь, сколько поставили?» Говорит, поставили в протоколе 323, по-моему, вот эту сумму. То есть превысило количество, буквально, если, например, сделать логическим путём, что, например, понедельник, вторник, среда у меня было около 20 человек, то 300, например, в четверг, оно никак не могло быть. Ну, то есть никак, потому что логически понятно, что такая завышенная явка, ну, просто такой скачок — это просто невозможно. Ну, то есть, соответственно, они использовали этот момент, когда не было наблюдателя в своих целях, корыстных, так скажем, то есть чтобы завысить явку, чтобы догнать её до спущенных сверху протокольных данных. Понимаете? Вот. Вопросы есть? Вопросы есть? Да, тут вот был вопрос у Марата. Может быть, ты сам задашь вопрос? Ну, ладно, я тогда скажу. Марат, наверное, сейчас пока отвлёкся, занят. Он, значит, такой написал вопрос, чтобы, так сказать, может быть, ты в курсе, были ли какие-нибудь последствия у тех, кто, например, работает на госслужбе и, скажем, написался наблюдателем? Написался наблюдателем. То есть и пытался честно следить. И пытался честно следить. Были ли у него после этого последствия? Его, может, увольняли, может, угрожали? Я не интересовался такими судьбами. Ну, конечно, много можно посчитать на той же хартии, например, как учителя признаются о том, что якобы они были свидетелями. Ну, какими-то свидетелями или прямыми участниками нарушений. Ну, я сам, я как бы, мне, во-первых, неинтересно. У меня своя жизнь, мне довольно сложно так следить. И я вижу, что, например, те же учителя, которые участвуют в этом всём, они скорее пытаются занять такую соглашательскую позицию либо как бы не высовываться. Потому что для них, например, скорее высунуться — это сделает для себя кучу проблем. То есть на самом деле, что они противодействовали там фальсификациям, я такого точно не видел ни разу. То есть они такие, знаете, как болванчики, там они постоянно сидят, им абсолютно ничего не интересно. Хотя, я как говорил, вот на этих вот, про которые я про лавицкие выборы рассказывал, они довольно живо обсуждали свою плохую жизнь, так скажем, учительскую жизнь. Как им там сложно живётся, какие низкие зарплаты там и так далее. Вот, а по поводу дальнейшей судьбы, вот меня, а меня направили, вот я рассказывал про эту девушку и про накрутки голосов, и меня направили на другой участок, и я просто, как бы там была немножко другая вещь. Там, например, в субботу, когда я уже, когда вывесили протокол, я посмотрел общие цифры, они в субботу вывешивают общие цифры по досрочке, по досрочному голосованию. И там были цифры, что-то около 500 человек или 700, то есть, если учитывать, что у них есть списки, например, общих проголосовавших выборщиков, то есть, общих выборщиков на участок, то есть, это 2261. Вот представьте, что, например, чтобы обеспечить стопроцентную явку, это надо превысить 50% голосующих. А вот, например, 2261, и, например, пришло на участок на досрочное около 500, например, не больше 500. И как бы, ну, я им это заявил, говорю, на нашем участке, говорю, скорее всего, выборы не состоятся, потому что у нас, вот сами видите, что людей не добор. Я сомневаюсь, что там в досрочный день голосования, то есть, ну, в основной день голосования идут такое количество людей. Понимаешь? А на самом деле, что они сделали? То есть, это вот я стал свидетелем другой фальсификации такой, ну, довольно интересной, как они подгоняют цифры. Они взяли урны, то есть есть урны для досрочного голосования, есть урны для основного дня голосования, и есть урны выездные. Три урны, которые выезжают на дом для людей с инвалидностью, например, пенсионеров, те, кто не могут просто по своим обстоятельствам прийти на выборы. И они как бы, ну, я заранее, вот как у нас учили, подошел, говорю, скажите, пожалуйста, список участников, которые голосуют на дому. Она говорит, я, у меня нету, я не дам. Ну, я написал, соответственно, в своей книжке, что прочерк, что нет. и, соответственно, они поехали. Ну, уехали на час где-то даже, не знаю, может быть, меньше, и как бы и принесли все три урны, набитые до битком. То есть, когда они шли, я просто удивился, они вот как бы под своей тяжестью чуть ли не ну, не прогинались, понимаешь. Вот. И как бы, ну, они просто были уверены, что просто закинули в эту урну. Я вот, например, вот открыл на своей стене этот свой пост от 12 сентября 2016 года. И как бы, я вот сейчас вот зачитаю для тех, кто не в курсе, как в Беларуси обеспечивается явка. На выездном голосовании по протоколу комиссии проголосовало 635 человек. Проголосовало в кавычках. На каждый бюллетен требуется около пяти минут минимум, даже если квартира находится в одном подъезде. Пройти, позвонить, посмотреть паспорт, поставить подпись в списках комиссии, поставить галочку в бюллетене и закинуть в урну. Простая арифметика. 635 умножить на 5 минут равно 3175 минут. 3175 минут делим на 60 минут 52 часа. 52 часа делим на 3 количество урн на участке. 17 часов на каждую урну. Это с учётом того, что на голосование в основной день даётся 12 часов, с 8 утра до 20 вечера. У меня же на участке с урнами выехали на место жительства в 11 утра и вернули их на участок уже в 19. После тех, кто верит в честность выборов в Беларуси и что их голоса честно считают. То есть, понятно. Приехали, извини, говорю, что перебью. То есть, понятно. Они куда-то поехали на точку, загрузили там уже готовые бюллетени и потом привезли. Послушай, я, скорее всего, вижу это по-другому. Может быть, какой-то фургончик, они уже, например, с бюллетенями, которые, например, не подписаны. Они просто сидели там вот это всё время в этом фургончике и просто, ну, проставляли подписи. Ну, то есть, не подписи, а галочки за тех кандидатов, которые нужны. Потому что, соответственно, там, скорее всего, кандидат, например, стоял Улахович тоже, провластный кандидат, за которого голосовали, как говорится, вот как они считают, что вот на выездных урнах там, наверное, все 100% проголосовали за него, понимаешь? Засланный казачок такой, в прямом смысле, казачок. Казачок, они сделали такую явку, вот завысили явку, и таким образом выборы состоялись, понимаешь? Вот. Теперь по поводу местных, да? Вот по поводу местных выборов, они отличались довольно таким сильным накалом. Вот как я заметил, они были такие довольно, ну, так я бы сказал, что напряженные. А почему ты так, думаешь, объясни? Объясни. Ну, как бы, по общему ощущению, потому что, ну, основной день там было очень много конфликтов, и таких вот довольно сильных. Хотя эти местные советы, они такие не очень значимые, как считается, но, как бы, там довольно-таки из-за того, что, возможно, ситуация немножко напряженная в экономическом плане. И там пытались, как бы, вот этот вот протолкнуть по 13-й статье избирательного кодекса, который звучит, как выборы проходят гласно и открыто. Там я видел, ну, и на моем участке был оператор, который пытался снимать, но его там под ручки милиция вывела. И на многих участках других тоже пытались вот именно журналисты и люди снимать. То есть пытались сломить эту ситуацию, когда выборы у нас проходят чуть ли не в таком закрытом режиме. Понимаешь? Вот. А по поводу выборов парламентских, как бы, вот непосредственно я участвовал на... А, в местные советования, я извиняюсь. Я участвовал в 17-й средней школе с немецким уклоном. И там вот... От какой организации? От организации «Рук за свободу». И Комлач Дмитрий Иванович председатель был, и Жилищ Евгений Леонидович заместитель был. А директор школы Родик Ирина Евгеньевна это вот человек, который директор там, и я, ну, как бы узнал про это довольно поздно. Я думал, что она именно председатель центральной комиссии, но у нас был небольшой конфликт. На участке, я думаю, что просто можешь пустить видео. Хорошо. Но перед этим я хочу спросить, а как вот, скажи, проходила, то есть, в общем, компания? Как насчет гласности? То есть, заставляли там выключать камеры, микрофоны и прочее? То есть, как гражданское общество себя вело? Приходили активисты какие-то? Пытались контролировать что-то или нет? То есть, вот были тунеядские протесты 17-го года, и в начале 18-го началась вот эта кампания. Общество же все-таки на взводе немножко, на подъеме, так сказать. Ты еще раз вопрос. Ты, получается, спрашиваешь, как люди реагировали? по-моему, власти. То есть, как вели себя власти, и, собственно говоря, как вело себя гражданское общество? То есть, насколько там пытались бороться с фальсификацией, не фиксировать? Ну, во-первых, у нас был тот, у нас же участвовал от «Руха за свободу» Губаревич. Геннадий, по-моему, уже даже имя забыл. И он как бы… У нас расхождение было на одном участке очень большое. То есть, например, тот же наблюдатель считает, например, что пришло 20, а председатели пишут в протоколах в один день по 300. И вот он, ну, как бы довольно известное видео было. Он ходил по этому участку и пытался конфликтовать с этими председателями. И даже там, как бы, ну, такое, знаешь, довольно резонансное видео было в свое время, «Радио свободу» снимало. Довольно интересное. А как бы потом, в результате ему там были неприятности какие-то, с аккредитации, по-моему. То есть, ему там что-то какие-то пытались из-за этого видео палки в колеса ставить. А на самом, в основной день, вот я же говорю еще раз, что там был конфликт непосредственно с фиксацией журналистами, когда они, ссылаясь на 13-ю статью избирательного кодекса, пытались снимать нарушения на камеру, да, скажем так. И их, и были довольно долгие конфликты там с председателем, там, там, чуть ли не до такой драки, там, ну, конечно, драки там не будет, там, она сразу вызывает милицию, милиция, так, знаешь, как стражевые псы на тебя уставятся, там, и ты уже ничего не сможешь сделать. В голове такой блок стоит уже, ты считаешь, там, то, если даже начнешь каким-то руками размахивать, тебя схватят и потащат, понимаешь? Понятно. Ну что, хорошо, теперь посмотрим еще одно видео по этому периоду, по этим выборам, в котором можно пронаблюдать фальсификации, так сказать, и нарушения процесса выборов воочию. Итак, смотрим видео. Смотрим. кто-то, 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 я выходил, по-пелому. А вообще, комиссия, зачем вы посчитаете на избирательном участке? Я не пускаю. Это, потому что никого не пускаете, так же? Тут же и будем наблюдать. Наблюдательности степи, так, давайте мы договариваем. Да? Понимаете, во-первых, милиционерный участок это что же нарушение? Милиционерный участок это что же нарушение? Я не знаю, что нарушение, я бы спросила им и я бы ответила. Когда открывают машины степи, наблюдательности степи на участке. Когда приходят члены швы, не дождите, пожалуйста. Это понятно, на степи участок это называется, что делает милиционер на участке? Он обеспечивает сохранность. Он? он должен находиться в этом месте. Не должен. Почему? А почему он должен? Объясните мне. Должно быть до открытия участка, опечатано помещение. Нет. У нас делалось семинар производитель. Где у вас? Так вот я вам как председатель районной избирательной комиссии Первомайского района в соответствии с избирательным кодексом помещение не опечатано. Я смотрю, Игорь там уже молчал. Потому что на основании кодекса избирательного я вам говорю с первых уст. Первое, я договорюсь. Я договорюсь. Найдете, принесете мне комиссию. Я после обеда либо я здесь. Найдете, я здесь еще как-то обедаю. Значит, смотрите, помещение не опечатывается, опечатывается урна, ломбируется сейф. Милиционер, как представитель правопорядка, он обеспечивает сохранность, когда отсутствуют наблюдатели и члены комиссии. Вот и все. Каким образом? А каким образом? Хорошо, я тогда, если я разберусь, если я не найду, я тогда по избирательному кодексу вам говорю. Хорошо, спасибо. Если найду, то, пожалуйста, вот и ладно, например. Спасибо. Статья 13, 49 и 53 Зрательного кодекса. да, вы, почитайте. Нет. Почитайте. Можете вынести даже в журнации. Какой это журнации? О жалобе. Я здесь переднесу. Конечно, да, хорошо, я переднесу в комиссию. Девятая статья, я вам скажу, вы знаете, что это делать? Смотрите, подождите. Ну, да. Хранение ящика государства обеспечивается председателем участковой комиссии. Это первое. Председателем участковой комиссии. Это статья 53. Ну, правильно. Потом. Во время работы комиссии, а во время не работает, понятно что. Где написано сейчас? В абзаце 4 статья 13 избирательного хода установлены исчезающие список лиц, которым и имеет право присутствовать в избирательном участке при проведении выборов, референдума, отзыва депутата. Это я зачитываю вам статью. Члены Совета Республики имеют право присутствовать наблюдатели, депутаты, палаты представителей, члены Совета Республики, депутаты местных Советов депутатов, доверенные лица кандидатов президента Республики Беларусь, депутаты, представители политические партии других общественных людей, трудовых коллективов, граждан, иностранные, международные обязательства, а также представители средств массовой информации, порядки установленной иностранной комиссии. Это вот здесь приведен вам список. Кто-то должен присутствовать. Например, по какому здоровью должен быть? Я бы тут сказала, что вы не имеете право присутствовать. Даже так, почему вы не думаете? Я говорю, что вы говорили, что милиционер обеспечивает сохранных помощь. Ага. Но из-за ума участия во время работы. где написано, вы мне сказали что печатаете вообще? Вы могли бы ознакомьтесь, а вы могли бы ознакомьтесь, я подам жалобу. Подобрать, если вы не слышу вас. Девятая статья о чем гласит? В пятой статье я не знаю, пока я ознакомился с этой статьей. то есть в девятую статью вы приводите просто потому, что вы следите привезли? Я привел статью 13, 49 и 53. А, в пятую вы не привозите. Не привожу. Так вот нахуй. время работы избирательного участка зачем вы мобильность включили? Почему? У нас нечем вы сказали? Ну, какая разница? Разница такая, что вы с моими решения должны были спросить. вот подождите, есть, подождите, есть, подождите, подождите, есть, в конституции статья, когда вы занимаете должность, вы занимаете должность. И что? Вы ко мне как руководителю пришли в школу? Нет. Я не знаю, что я хочу соблюдение закона. Конституция, я сам разговариваю. Нет. По конституции, вы говорите про свои права, а про мои права вы забываете. Вы можете вести запись только с моего позволения. Вы даже не спросили у меня. Нет. Вы не знакомы с конституцией? Нет. Вы просто понимаете, любая работа общественного деятеля в государственном... Нет, подождите, вы деятель. Я не деятель. Вы директор школы. Вы говорите, что вы директор школы. Вы, дорогой и уважаемый, разберитесь, кто такой общественный деятель и кто такой директор школы. Общественный деятель это деятель, которому не платили, не занимать должность. не общественный государственный, я ошибся. Я не деятель. Я просто хотел показать вам, что в этом случае вы не правы. А я, получается, сейчас виноват, оказался. Я не виноват. Я не некрасиво. Я не устраиваю ни вы я, ни что ли. А при чем здесь? Итак, давайте продолжим. Ну вот, что ты можешь сказать по видео. По видео могу сказать, что, как я уже и говорил, что милиционер – это представитель власти. Он может участвовать в фальсификациях наравне с теми же председателями. А в отсутствие его, например, или, например, ему позвонит вышестоящий какой-то командир, то есть это независимый человек, скажет, например, «вкинуть в урну дополнительные листы». Он это сделает без зазрения совести, потому что он скажет, «Мне приказали, и всё, мне не интересуют какие-то ваши гражданские инициативы и так далее». А по поводу этого непосредственного случая я подал жалобу и председателю, и выше. Вот как она звучит, я вот зачитаю. «Жалоба о нарушении избирательного кодекса Республики Беларусь. 15 февраля 2016 года в 9.45 я, как аккредитованный наблюдатель, прибыл на избирательный участок избирательного округа номер 48 для осуществления наблюдения. В это время помещение участка для голосования участка номер 9 заклеивает прорезь для опускания бюллетеней в ящики для голосования листом бумаги. Председатель или заместитель председателя и члены участковой комиссии ставят подписи на этом листе. Вскрытие прорези для опускания бюллетеней в ящики для голосования производится ежедневно перед началом досрочного голосования председателем или заместителем председателя участковой комиссии. При заклеивании и вскрытии прорези для опускания бюллетеней в ящики для голосования вправе присутствуют наблюдатели, иностранные и международные наблюдатели, представители средств массовой информации. Жирным шрифтом хранения ящика для голосования обеспечивается председателем участковой комиссии. Именно председателем. Это вот в статье 53 избирательного кодекса, но не милиционером. А вот смотри, что такой момент, тебе немножко перебью. Вот скажи, очень много случаев, связанных с выборами, когда оказывается, то есть когда начинают выяснять, что там и покойники голосовали, и какие-то люди, которые вообще отсутствуют в республике много лет. Как вот с такими было вещами на местных парламентских, не парламентских, а выборах в Совет депутатов? Ну там, понимаешь, основное, то, что я замечал из таких нарушений, там, например, когда был на президентских выборах, там рядом была поликлиника какая-то, и там постоянно приходили бабушки, у меня такое ощущение, что их приводили, понимаешь, и они даже не знали, за кого голосовать. Им там просто показывали пальцем и говорили, вот, например, проголосуйте вот за этого кандидата. Ну, конечно же, там в основном-таки это был Лукашенко. Или там, например, тоже, вот, у меня свидетелем был друг на парламентских выборах, когда он с выездной комиссией, с ящиком приехал в квартиру, и как бы, и там за какую-то женщину, женщина-инвалид какая-то, из-за нее, она не знала, за кого голосовать, из-за нее ставили эти, все те люди, которые насилили в урну, в общем. А про мертвых не слышал все? Не слышал все? Не, про мертвых я не слышал, такого не было у нас. То есть я не был свидетелем, скорее, понимаешь. Да, ну и на том, слава богу. Если говорить про то, что я видел, так я вот именно и говорю, что я видел. Ну, хорошо, расскажи ты дальше, как проходили там выборы. Ну, опять же, основная проблема, я говорю, что идет бешеная накрутка. То есть у меня был там случай, когда я это, я вот на участке в этой школе стал свидетелем, вот у меня было, например, такое количество голосов, а он ставит, например, в два раза больше, понимаешь. И я, соответственно, после этого, опять же, писал жалобу. Я вообще не люблю конфликты, такие конфликтные ситуации. Я сразу же пишу, пытаюсь писать жалобы, как бы, чтобы на них выдавали письменный ответ. Хотя, в принципе, наверное, стоило бы там давать им жару, так скажем. И вот его жалоба, опять же, о нарушении избирательного кодекса РБ, фальсификация документов. Вот как она звучит. 14 февраля 2016 года на избирательном участке номер 10 академического избирательного округа номер 48 по результату досрочного голосования в соответствии с протоколом участковой комиссии избирателям было выдано 210 бюллетеней для голосования во второй день досрочного голосования. Я, как агедитованный наблюдатель компании «Право выбора» с 10 до 14 и с 16 до 19 часов находился на участке и вёл учёт явки избирателей. Постоянно сверялся с коллегами-наблюдателями. По моим подсчётам, 14 февраля на участке номер 10 проголосовало 96 избирателей. Данные действия председателя… Так, подожди, это что-то… Данные действия председателя и членов участковой комиссии являются нарушением статьи 53 ИКРРБ повлияли на результаты голосования и условия проведения выборов. Это нарушение статьи 192 УКРРБ подлог документов по выборам, то есть уголовная статья на основании статьи 49, 53 ИК избирательного кодекса статья 192 прошу принять меры к устранению нарушений законодательства, привлечь ответственности лиц виновных в нарушениях, сообщить мне письменно принятие решений, установленных в законном порядке. То есть писал жалобу именно на нарушение о том, что превысило количество по моим документам, и у них была абсолютно другая сумма. То есть у меня была такая, у них абсолютно другая. А какая реакция была на жалобу? Что-то сделали вообще? Что-то сделали вообще? Они сразу же ищут моменты, когда можно прицепиться ко мне. То есть, например, ко мне ещё тогда в этот день подошёл наблюдатель, то есть не наблюдатель, а помощник депутата. И он как бы так подошёл, спросил, что да как, я ему сразу сказал, что вот есть нарушение и всё. Он сразу же подошёл к этому, к председателю и наехал, так скажем. Не в грубой форме, но так довольно серьёзно. Он сразу же подошёл, исправил всё, говорит, да, всё правильно, мы ошиблись, исправил в протоколе, сказал, что это наша ошибка. И, в общем, исправил это всё. Но, соответственно, вынес предупреждение о том, что якобы я помогал этому помощнику депутата, а я, как аккредитованный наблюдатель, я не могу помогать помощнику депутата, то есть давать какую-то консультацию, понимаешь. То есть, ну и потом они буквально из-за этого, скажем так, формально, ну не формально, но была зацепка вот этого вот, что я давал, то есть давал инсультацию о том, что у нас разнятся результаты подсчётов. она послужила тому, что меня удалили из участка. То есть удалили непосредственно в день основного голосования. Ну то есть перенаправили уже в другой участок меня, опять же, как обычно. Но основного... Сейчас вот я заметил, что вот основное вот замечание, которое вот у меня есть, то, что сейчас они действительно, наблюдателей поставят настолько далеко. То есть если первый день, первый основной день президентской кампании я хотя бы метр там был от стола, а в парламентской кампании там три метра, там уже чуть ли не знаю, там то ли пять метров от стола наблюдатели поставили, то ли вообще как... То есть не знаю, либо они боятся, что заметят, фальсификации, ну то есть они наверное скорее всего действительно не хотят каких-то вот как я говорил, что боятся телефонов мобильных, так они сейчас боятся даже, чтобы человек близко очень подошел, чтобы он заметил там малейшую фальсификацию понимаешь вот да, ну вот как бы все я не знаю, вопрос-то есть, нету хорошо, сейчас я спрошу, есть ли у присутствующих вопросы какие-либо Игорь, когда не говоришь, выключай микрофон всегда нажимай кнопку, чтобы не фонило ну допустим, я такой вопрос задам как-то Игорь говорил, что бойкот выборов это не вариант а почему бы тогда не делать так пойти на выборы расписаться в книжечке, взять бюллетень и с бюллетенем просто уйти как такой вариант может быть? Вот видишь, вот я начинаю рассказывать и забываю включать микрофон я вот, например, вот сейчас вот минуту рассказывал и опять же все впустую ну как бы ладно ну повтори я просто, знаешь, скажу тебе так что алло, что ты там говоришь? я говорю скажи тогда не, я его вопрос слышал он говорит, что, например, расписываться в книге учета посетителей и забирать бюллетень и уходить ну как бы, ну это будет твой личный протест, понимаешь чтобы как-то так понимать народ должен либо бойкотировать полностью весь народ, понимаешь от мала до низа там, ну то есть это всеобщая, например, забастовка да, или как это назвать всеобщий бойкот а не как это было в 15-м годе и то же самое и здесь и с этим если ты один это сделаешь это как одиночный пикет ну сделал и сделал, да а как бы это я же говорю, это должно распространяться наши действия на всю например, республику то есть если это протест против форсификации то он должен быть распространен на всю республику и то же самое вот я же говорю что, например вот если бойкот то даже не бойкот а если участие в выборах то потом нужна еще активная защита своих голосов которые скорее всего идут не в том направлении то есть, например если ты голосуешь за оппозиционного кандидата или не за Лукашенко или против всех то, как правило там все равно твой голос либо не засчитывается либо идет в другую стопочку кандидата вот как я говорил про Караткевич в основной день поставили 10 а мы видели как были свидетелями наблюдали что там стопка была намного больше понимаешь вот а поэтому я говорю еще раз если, например вот я сейчас стал сторонником выборов но этот выбор нужно защитить каким-то образом то есть либо прийти в конце дня когда уже люди проголосовали все прийти дня к участку ты тоже, например проголосовал подходишь дням к участку и говоришь там председатель в конце когда вот все посчитали он вывешивает протокол на стену и все люди которые там голосовали например они говорят вот например вот как может быть так что вот мы а нас например человек 100 условно мы голосовали за оппозиционного кандидата а в протоколе стоит например 10 голосов за моего кандидата как такое может быть соответственно сразу же вопрос председателю понимаешь и сразу же стоит вопрос как бы что дальнейшее действие либо мы защищаем наш выбор либо там идем там на площадь там либо еще что-то либо еще понимаете потому что на самом деле как бы ну как я заметил вот в 15-м году я например активно не участвовал особенно после 10-го года после того как избили этих кандидатов президента там было массовые посадки ну я понял что ну участвовать я не буду а ты не участвовал в площади 2010-го я в 2010-ом да был на площади видел это все в 2010-ом я кстати как раз таки участвовал в выборах просто как гражданин ну как бы я тогда еще особо и не знал что ну то есть у нас такое общее понятие было что на выборы тоже надо идти там да ну то есть тут понимаешь тут на самом деле вот понять как лучше на этих выборах когда вот они общим планом специфируются вот по сути одна организация вот это вот я называю комитет лукашистской безопасности то есть не государственная лукашистская то есть она вот одна организация она занимается полностью выборами то есть она как бы вот полностью актуализируется и активируется и они как бы полностью занимаются тем что каким-то образом пропихивают одного человека для дальнейшей власти понимаете то есть каким-то образом противостоять этой системе то есть это довольно сложно то есть мы можем его ненавидеть но тут нужно признать что как бы система заточена на одного человека и как бы и те же выборы они как бы вот именно они предназначены для того чтобы вот этого человека протолкнуть дальше то есть поэтому ну и хотя очень часто сейчас его очень слышу часто от этого особенно от президента в кавычку нашего он говорит что якобы ну все равно же говорит даже на западе говорит это клановость есть это ну как бы то же самое что у нас но я считаю что это вот именно у него это такое желание оправдаться понимаешь что вот почему у нас диктатура вот он начинает оправдываться ну вот взять хотя бы ту же Америку вот я из клановых людей знаю только Бушей да из двух Бушей которые там в Америке но до этого было тоже и там разные президенты там тот же Рейган там а еще есть вторая семья там есть Кеннеди и не Кеннеди а эти и Кеннеди тоже Клинтоны Клинтоны да вот ты правильно сказал ну понимаешь ну они же как бы ну они же все равно понимаешь вот посмотрите сколько в Америке во время президентства одного человека в Беларуси сколько там поменялось президентом там был и этот и негр Буш там и кто-то там только не был ну что тут говорить в Украине вот уже пять президентов прошло а у нас говорится один пересидент как говорит Статкевич пересидент пересидент да это понимаешь это во-первых и они не понимают что это очень сильно влияет на психику людей то есть люди устают от видеть одного человека и понимаешь он как бы он как человек он неприятен одно время мне даже больше Путин нравился пока он там начал всякие военные действия потому что у него такая чувствовалась мягкая сила понимаешь он не истерил на публику он так вот спокойно и как бы так вот но как бы так его дальнейшие поступки я понял что это ну как бы ничем лучше Лукашенко это человек не является и все это подтвердилось как мы знаем теперешними действиями ну да у кого еще вопросы есть к Игорю по поводу выборов в Беларуси тут вот смотрю Литвин постановится привет Литвин кстати привет до свидания у меня есть только вопросы к замечанию по поводу системы любая система распадется если лишить ее ресурсов то что сейчас происходит например в той же России это уже отдельный разговор на всем мире не упомяну налоговый маневр происходит хотя бы вот этот вот факт это уже будет лишать всю Лукашенко систему возможности как-либо переизбираться он даже сам об этом говорил 22 числа когда свою знаменитую фразу мы на фронте если мы там не выдержим два года и провалимся то-то-то-то то-то-то то есть он чувствует что он теряет свою властную хватку это отразится и на выборах и на социальном везде это отразится и он может закончить как угодно поэтому вопрос ассистеме заканчиваем conséquен на ресурсе извини можно я скажу просто добавлю на самом деле мое мнение что если будут заканчиваться внешние ресурсы, например, те же кредиты, которые МВФ, например, не хочет давать, то он будет искать из внутреннего планктона, так скажем. А планктон внутренний — это народ. То есть то, что было попытки тунеядского сбора, это же, опять же, искали лишний поток, ручеёк этих денег, которых не доставало. И вот именно они коснулись низших слоёв населения, вот этого планктона, понимаешь? И вот они, вот именно я же говорю, что ресурсы будут заканчиваться, они будут искать ресурсы у населения, то есть пытаться у них из-под матрасов каким-то образом достать, ещё что-то, ну то есть моё мнение такое. То есть лишить их ресурсов, я не знаю как. То есть даже под вопросом. Насчёт лишения ресурсов из-под матрасов, посмотрите статистику, сколько белорусы сдавали, и покупали за последний год. Я думаю, что уже под матрасом ничего нет. Скоро точно останется. Совсем кое-что остаётся. Называется ресурсы, которые приходят из-за границы. Когда человек уезжает туда, в ту же Польшу, я уже не говорю, ну самое популярное, это остается Польша, пересылают валюту сюда. Это тоже очень неплохой ресурс. Если Лукашенко как-то додумается согласно третьему и первому декрету этот ресурс закрыть, так как ему нужны здесь работающие, то есть он поставил себе этот декрет в тупик, он может поставить в дальнейшем, то у него не будет ресурсов не только внешних, то есть кредиты России, кредиты от Европы, но и внутренних ресурсов. То есть не будет просто людей. Не будут куда-либо уезжать на заработки, будут что-то пытаться сделать самостоятельно. Железный занавес, думаешь, будет? Нет, не будет. Возможно, социальный железный занавес. Нет. И это уже последствия будут. Возможно. Столько, сколько уехали с моего региона уже в Польшу, побольше, чем в России. Так в России там сейчас делать нечего. А декреты, первые и третьи, это такие признаки занавеса, когда из населения надо пытаться собрать все, что только можно, лишь содержать в себя. То же самое, выборы, это контроль. Это говорит о том, что просто будет взрыв. Не совсем. Может быть не срыв, может быть наоборот разрыв, когда это просто распадется. Вся вот эта вот ситуация экономически связанная, когда просто какие-нибудь небольшие чиновники, не знаю, как это правильно выразиться, скажут, у нас вы там делаете неизвестно что, вы подписываете какие-то невестные законы, ну по аналогии с тем, что сейчас происходило с пенсионной реформой в России. Может произойдет что-то и здесь. И начнется такой раскол в Беларуси. Дворцовый переворот ты намекаешь? Что-то подобное, только в меньших масштабах. Хорошо, чтобы не отходить от темы, тут вот такой вопрос в чате задают. То есть я его задам не только Игорю, ну как бы всем. Вот человек, видимо, из России, наверное, спрашивает, будет ли Майдан в РБ? Кто что думает? Не будет по одной простой причине, что у нас это будет называться в РБ. Во-первых, понимаешь, мое понимание Майдана, это какое-то укрепленное и баррикадами, и всем остальным место, и как бы, ну, укрепленное довольно. И поэтому, как бы, наши участники на опыте, на украинском, они даже закупали такие вот машины, которые, как у нас там призвали, тунеяческо-разгонические, и как бы с такими вот шипами, которые бы разбивали баррикады, понимаешь? А у меня такое ощущение, что у нас будет, скорее всего, масса не собираться, не актуализироваться на площади, не окапываться. У нас она будет подвижна, как вот было на тунеяческих митингах. Они будут маршами ходить, скорее всего. А вот скажи, а как ты рассматриваешь мягкий армянский сценарий? То есть, возможен ли он, если нет, то почему? Вот кто как думает. То есть, мягкая баррикадная революция. Без майданов, без такого. Я думаю, вообще мобилизация людей такая, как бы общий подъем, когда они должны понимать, что они выиграют, и что потом будет непосредствие Украины, как вот война, а именно, что все будет хорошо. Потому что этот вот опыт Украины, когда они вроде бы победили, а потом как бы следом война, там куча трупов, куча людей, которые умерли, куча сыновей, гробов там, и все из-за одного государства, то, ну, как бы, конечно же, никто так поступать не будет. Опыт Армении, он, конечно, уже очень показательный, что там ни одного трупа не было. У нас не будет так, как в Армении, потому что у нас нету оппозиции. Может, кто со мной как хотите спорить, но у нас ее нет. Я считаю, что только народное в Армении, правильно здесь было сказано, как бы ходящее, и если появятся люди из народа. Ну, за счет мобилизации гражданского общества. Только так, больше никак. Так надо, только так и надо. Бескровные, то есть Украина показала, что Майдан, скажем так, не привел к тем результатам, которые хотели. Ну, у нас это тоже не будет. Правильно было сказано, то, что у нас власть, она, ну, не то, что закупила, а карательный аппарат до такой степени силен, что только будет подавлена кровь. Поэтому, ребята, какая-то патовая ситуация получается. Наши хотелки не совпадают, как бы сказать, с реальностью. Нет, мы просто вот подошли сейчас к обсуждениям от выборов к вот этой вот ситуации с недовольствиями. Просто это суть всего одного и того же. Поэтому вот не стоит говорить, что это какая-то отдельная тема. Просто, ну да, в общем, вот кто-то смотрит в частности, да, это другая, но в целом это все отдельное. Кто-то здесь еще верит в выборы у нас и смена власти через выборы. Но надо же показать, что и Беларусь демократичная. Да, это может быть. Это не работает. Нет, это может быть катализатором. Правильно сказано. Поздикация о выборах, катализатор, народ выходит и начинается, так сказать, голодный народ, безработный. А вот это уже интересно. Здесь получается ситуация. Под какими лозунгами народ выходит? Вот поэтому я зачитаю следующий вопрос. Вот человек в чате спрашивает нас, есть ли у РБ идейный лидер? Нет. Кто что думает по этому поводу? Идейный лидер – это вот мы с вами и то в обществе брожение, которое, я думаю, выйдется только тогда, когда большая часть народа выйдет и скажет, что она не согласна. Тогда появится лидер. Ну, видимо, человек по аналогии с Россией что-то типа Навального спрашивает у нас, есть ли у нас формальный какой-то идейный лидер? Вот хотел, чтобы каждый из участников дискуссии, кто в Беларуси жив, живет или в курсе, чтобы он прокомментировался. Прокомментировал, сказал по этому поводу, что он думает. Можно я отвечу? Я, в общем, считаю, что в нашей стране как по сути лидерам быть опасно, то есть лидерам политическим в плане, то есть взять какие-то политические лозунги и так далее. Но хотя бы на опыте начала 90-х годов, когда были вот эти убийства Гончара, Завадского, Захаринки, то есть они в своем роде были на то время среди неформальной общественности, ну, как бы, я не веду колхозников там каких-то, еще кого-то, ну, как бы, тех людей, которые интересовались политикой. Они были лидерами, так скажем. А лидерство предполагает опасность, то есть, что тебя могут устранить, да. То есть это лидерство, опять же, опасно, как в России в той же, там, вспомните убийство этого Немцова, там, да, ну, лидером в плане политическим быть. Почему у нас боятся быть лидером, понимаешь, почему у нас боятся быть лидером? Потому что это предполагает, прежде всего, вот помните, тот же Статкевич, он как только начинает, вот чем я его поддерживаю, да, он понимает, что выходом только на площадь можно что-то поменять. Вот тот же отмена третьего декрета, это добились именно выходом на площадь. И вот он это поддерживает, он это говорит постоянно. Только отмена третьего декрета была не Минская и не Статкевича, а была, ребята, с Гомеля и с народа. Просто было. Я тебе скажу, что и в Гомеле люди выходили, и в Витебске люди выходили, и в Витебске. Я к тому хочу сказать, что это не из-за лидера сделано. Вот это было именно возмущение народа. И только вот таким вот способом может что-то здесь произойти. оказалось не готово к выходу такого большого количества народа. Как и власть, они не ожидали, что выйдет сток. Они рассчитывали на небольшое количество, как всегда там. Тусовка выйдет. А вышел народ? Поэтому, извините, я как бы стою стрям, поэтому только развитие горизонтальной связи, разъяснение позиции и возмущение народа, возмущение, может сбивающий сделать, если не делать стат. В принципе, с этим согласен, да. Но как бы я тебе скажу еще раз, что как бы на том же примере Статкевича, когда он заявляет о проакции какую-то, да, свою, и его тут же пакуют там, да. Ну, и пакуют там, не знаю, какие там, скорее всего, не пытают, но как бы понятно, что это не приятные, они одни из приятных свойств, когда тебя там, ну, как бы, или пытаются, или ломится ОМОН там в дом, как на гелю, да. Ну, то есть вы прекрасно понимаете, что у нас, если ты заявляешь себя как лидером политическим, то ты должен понимать, что это, прежде всего, ты навлекаешь на себя какую-то неприятность. Ну, то есть со стороны власти. Да, кстати говоря, об организации протестов оппозиций. Особенно ты проявляешь, то есть ты хочешь претендовать на кресло президента, понимаешь. Ну, то есть давай это вопрос, так как для Лукашенко это, наверное, как красная тряпка, там, это как конституционный переворот, знаешь. Есть только одно, ребята, но. У населения нет четких требований и той позиции, чего они хотят. Голодный бунт, который, типа, затронули что-то за живое. Ну, да, но давайте вспомним, что перед этим Лукашенко отменил там, пятидневный выезд, десятидневный выезд за границу. То есть регионы такие, как Брест, Гродно, им все равно, они бабки зарабатывают, стали больше, поэтому они не поддержали в той массе, в которой я думал, что будет. Поэтому, ребята, как-то народ не знает, экономическими какими-то одними требованиями, нет. Я считаю, что у нас в Беларуси еще не созрела та ситуация, когда народ захочет именно свободы и именно... Не знаю, как это правильно будет. То есть народ хочет, и все, что-то и народ хочет, но они в этих лидерах, то есть нету культурного образования, то есть в плане экономическом, в плане идеологическом и так далее. Люди там не знают терминологию, кто-таки прав, кто-таки левые, какая там реформы, какие нужно сделать и так далее. То есть кто этим не интересуется? А кто единственный, говорит, тамитинка, садки, то он же фрик, по факту. Да, согласен. Нафиг никому не сдался. И потом все ржут, почему так мало народу приходит. Потому что Статкевич. Все оппозиционно настроены и за него не идут. Это по факту. Да, у Статкевича было много шансов, но он их потерял. Теперь он стал фриком, по сути дела, и народ уже не идет на него. Давайте определимся, а вот что хочет народ? Так интересно. Мы все говорим, говорим, да, мы являемся частью народа. А народу глубоко фиолетовым. Они... Народ хочет победить. Да, и все. Я в 2010 году достаточно много общался с народом. Как бы был отца некого, больше тысячи по артерии говорю. И без разницы, ребята, кто будет у власти. Абсолютно. фиолетовый. Им надо взять, прийти к банкомату, кинуть карточку, оттуда получить кусочек еды. Ну, грубо говоря. Все. К сожалению, к сожалению, да. Но это хорошая почва, согласись Литвин. И, кстати говоря, то же самое было в начале 20 века. То есть, если посмотреть, то Ленин в 905 году еще жаловался, что рабочие готовы выходить на забастовки, но они выходят исключительно за экономические требования. А он говорил, надо работать, то есть, политсоставу, чтобы направить их на политические требования, убедить их в том и показать на пальцах, что ваши экономические проблемы связаны как раз с политическими. Я бы сказал бы, давайте скажу, я бы сказал бы, что общество поднимается. Вот посмотрите на те же блогеры, там общество помель. На его суды приходили люди. Ребята. И вот этот, кто это недавно был? Да, Петрухин опять же. На его суды тоже приходили. То есть, общество. Не-не-не-не, это все не все. Общество поднимается вокруг недовольства, то есть, пайки стало меньше. Все. Умные, извините, уезжают за границу. Афилий Тилогрейкин, вот нормальный человек, который обозревает. Что он несет? Что он несет? Обозревает их, и все люди объединяются. На это общий день. Что это дает? Петрухин. Да он что? Что он несет? Что это все дает? Это просто одни из тех людей, которые что-то пытаются сделать самостоятельно, как-то что-то высказывают. Это всего один человек. Какие у него цели? И поддерживают, по сути. Обозревать и проблемы людей на определенном деле. Остальные люди что делают? Обозревать и не говорить, в чем проблема? В чем проблема? И так очевидно. В чем? В этой системе. А большинство своих понимают, что только говорят, что мы в оппозиции в браке Лукашенко и все изменится. Нет. Поэтому нужно вот такие группы, как сейчас у нас в данный момент, создавать в каждом городе. У них куча, ребята. Их не надо создавать, их объединять. Они уже существуют. Вот все. Этим мы занимаемся. Итак, хорошо. Вот сейчас зачитаю еще вопрос из чата. А то мы немножко так можем отойти от темы и долго разговаривать собственно об этом вопросе. Вот человек спрашивает конкретно. Если РФ развалится или освободится, Беларусь автоматически либерализируется или нет? Кто что думает? То есть взаимосвязь диктатуры российской и белорусской. Взаимосвязь очень существенная. Потому что там больше 50% завязано на Россию в плане экономического. Энергетического. Как сказать? То есть если она развалится, соответственно у нас будет тэфолт. Но это как ни крути. И кризис в любом случае будет. Люди, которые необразованные, этого не поймут и будут винить все власть. Даже если пример Лукашенко сменится резко. будет в выполнение, не знаю. Ничего не изменится. Я боюсь, что развалится Россия и все маломальские российские ребята рванут сюда. В одной простой причине, что здесь говорят по-русски чистенько и классненько. Поэтому они придут и будут обнимать свои березки. Я поддерживаю Литвин немножко по другой причине. Хотя причина то же самое. Они рванут скорее всего сюда и скорее всего Беларусь слиться с той военной путем с той частью России, которая экономически останется. Если Россия развалится, Литвин, здесь станет очень грязненько, потому что Беларусь живет за счет денег оттуда. Вот. Я тебя прекрасно понимаю. Я тебе говорю, что будет. Потому что они уже сейчас сюда едут кучами и свой капитал Рудный. Посмотрите, сколько возле вас открыто сейчас точек с российским капиталом. Открыли границу с ЕС на 30 дней. 30 дней на бизнес сделали. И европейцы все больше и больше там идут. И вижу финансирование от ЕС на ту же экологии все больше и больше. Там 2 миллиарда идет экологические вещи. Все больше и больше финансируют. Блокаты скинули недавно коту по ЕС. Они стоят уже на каждой остановке Минске. Это уже о чем-то говорит. Лукашенко сейчас едет ЕС. Он это не сделал 20 лет. Это уже о чем-то говорит. Это говорит нет. Он потратил в ресурсе. Он поэтому будет ездить куда угодно хоть в Китай. Совершенно верно. Ребята. Нужно, общество идет связь с ЕС. Вот и все. Ребята, его нужны. Нужно, чтобы население наше смотрело не на восток, а на запад. Понимаете? Нужно не смотреть, что нам кто-то чего-то дает, а смотреть, как идеи заработать надо. Не думать, что мы там не проживем. Ценности менять надо. делать. Паразанское общество ты не поменяешь. Оно такое нужно показывать на контрасте. Оно меняется. Вы слепые или как? Общество сейчас только меняется, когда у него начинают из кошелька денежку забирать. Даже когда вниз кошелька. Что-то бедра. Серьезно, вы слепые. Ну давай, примеры приводи. Что ты видишь? Я уже привел примеры того, как кредит друг друга поддержит. Группа оппозиционная все время прибавляется в количестве. Это любой дурак. В 96-м году такое было. Просто сумасшедшая прилип. Потом это в 2010-м это было. Просто сумасшедший прилип. И потом отлип. Я это уже ни одну волну пережил в своей жизни. Что у меня сказали? Рассказывайте. Еще раз какой был интернет тогда и какой сейчас? Да разницы нет. Интернет причем здесь я вижу на Армению благодаря интернету они объединились. Freedom сейчас единственная вещь, которую ты упомянут, с которой я сейчас соглашусь интернетом. Почему может быть иметь значение? Потому что старики уходят от каких-либо социальных активностей, приходят все больше молодежи, либо она отсюда уезжает, либо она начинает что делать сама. Вот только в этом случае может что-то получиться из-за молодых каких-то из-за молодежи, что-то получится. Интернет это просто инструмент. Интернет просто инструмент. В свое время были газеты, радио и так далее. Листовки в каждом лифте граффити рисовали, ничего не меняло. диски писали, раскидывали по почте. Молодежь гораздо умнее взрослых. Ага, и сидит ВКонтакте. Вот умные, аж просто обалдеть. В никаком особом уме я у молодежи особо еще не замечаю, потому что последний такой случай не очень подходит под данную ситуацию, но все равно иду по своим делам, встречаю подростка, ну как подростка, мальчика, ему 10 лет, идет с мамой. Выходит с другой части, там двор был, собака, и мальчик на эту собаку начинает говорить матом. Мама вместо того, чтобы сделать замечание этому мальчику, что матом рожается, она ему делает замечание, что его пакет порван. Вот нентальность у людей. о чем может быть на таком примере о чем вообще говорить? Да, с тобой полностью согласен. Воспитание мы не где-то его средства, в каком городе? Это ворши у меня. Все, тогда у меня вопросов нету, я как быстро ты сдался, прикольно. Я к тому, что он сказал про ворши, и мне стало все понятно. Он не сказал про миски. Но Беларусь не из-за него Минска состоит. Подожди, а что, ворши это не Беларусь? Я вообще считаю, что Минск это другое государство. Так же, как Россия и Москва. Советую всем минчанам просто тупо взять и поездить по регионам, посмотреть где живут, и удивиться. Дело, что я видела, что в регионах люди не образованы. Я с региона. Всю жизнь прожил в регионе. Даже не столько в этом дело. Ты можешь даже отборным каждому другу, но не понимать того, что из Фукашенко сделал из общества топлива за своих интересов. Ну, это уже не обычный человек так просто. По-моему, ты не прав. У меня топливо, он скорее такой резонатор, то есть, ну, как вот этот, я не знаю, какой музыкальный инструмент, который настраивает звук, знаешь, когда этот, он, алло, что? Давайте я с вами не соглашусь. Вот хотите, я скажу свое мнение о белорусском обществе? Вот белорусское общество довольно-таки отличается от украинского и от российского. Мы живем в параллельных мирах со своим государством. Оно ничем не отличается от другого общества. Вы повторяете риторику Лукашенко, когда он сказал народец. Я сказал, что оно отличается, потому что оно живет параллельно государству. И только я считаю, как ни странно, крестьянская, земельческая наша такая, не знаю, смекалка вытащит народ Беларуси. Опять же, люди все одинаковые. Главное захотеть. Не рассказывай мне сказки, люди все одинаковые. Я не рассказываю, я знаю. Люди одинаковые физически. Пожили, пожалуйста, в Российской Федерации. Ну, честно, тебе скажу. Съезди в Украину, поживи, посмотри, в Польше поживи, или говоришь, ты мне больше видишь, как знаковое. Каждое общество Freedom отличается разной степенью развития своего морального, то есть люди находятся на разных ступенях в каждой стране. Я говорю еще раз, система делает из людей такими. система делает такими, в том числе. Стереотипы, которые власть как раз таки пользуется и навязывает людям. Сами люди что будут ничего, сами не понимают, что из них делают какие-то инструменты для чужих интересов. Нет? пока есть вот по чесноку, пока есть от белорусского общества, ну, не страдает так уж от государства. Вот, говорю, именно с точки зрения обычного обывателя. Как это? 75% принадлежит государству. Ну, еще проблема. смотри, население у нас обеспечено. Да, какие зарплаты у нас? Хорошо, это ты сравниваешь с чем? Если ты сравниваешь с Европой, Америкой, да, если сравниваешь с Средней Азией, Польшей, Польшей, извини меня, это уже давно за границей. Да, я с тобой согласен, только у нас почему-то все время сравнивать с Российской Федерацией и Украиной. Зачем с ними сравнивать? Нету их, забудь о них. Я это понимаю. Это именно вот эти зазомбированные люди сравнивают с плохими моментами, а вы повторяете их ошибки. При этом не видите это. Еще четыре года назад в моем регионе достаточно много, большое количество населения могло себе позволить отдыхать за границей. без проблем. Некоторые даже по два раза. Если ты проедешь в окрестностях, то посмотри, стоят очень хорошие добротные дома. Люди получали кредиты семьи. Мало того, подожди, Фридом. Я дополню слова Литвина. Когда кризис начался в четырнадцатом году, процесс строительства коттеджей даже в регионах, вот я тоже в Оршу живу, резко ускорился, и количество дорогих машин резко увеличилось. Бедные стали еще беднее, а богатые резко стали еще богаче. Могу это говорить очевидные вещи, но я не понимаю, для чего это говорится. Нет, я не говорю, что бедные богатые достаточно большое количество белорусов имеют нормальную зарплату. Сейчас, последние четыре года, да, но до этого проблем вообще никаких не было. Мы же сейчас просите в четырестный момент говорим, причем тут, что сейчас главное, не тогда. Сейчас, да, Литвин, я бы сказал, произошло не столько больше обнищания населения, сколько увеличилась разница между верхами и низами, то есть она резко стала больше богатых, то есть они стали богаче. И нищих обнищих стало больше. Это называется социальный разрыв, это меньше скормовая база, поэтому они так себя и друг. Я понял. К чему вы это говорите, я понять не могу, логика. К чему? Логика к тому, как населению объяснить, что им нужна свобода. Вперед как была революция в Польшей и разбирается по моментам. А в Польше был круглый столб, в Польше революции не было, была солидарность. Почему не сделать эту солидарность, как ты говоришь? Потому что народ не хочет этого. Не, 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 солидарность была у них, извини меня, с конца 70-х годов, если ты интересуешься, и там была очень большая движуха, у нас этого не было. нету. Давайте создавать в общем проблемы. Да, я согласен с тобой. Никто не отрицает, все возможно. Все мы вообще говорим тогда. Берите хороший пример и копируйте его. Все. Да, полностью. Кстати, Лукашенко на это уже не один раз намекал. Встреча по типу с парламентариями и с народом, с журналистами. Если вы помните, задавали вопрос круглого стола. И он сказал, что он не против обговорить, только говорить место. Зачищено поле полностью. Мы с вами не являемся никакой силой, странно. А вот хотелось бы найти именно ту точку, с которой можно стартануть. Новый этот председатель Тони нового выбрали. Вот почему бы его не сделать фигурой и манипулируйте, то есть делать так, чтобы он поступал в интересах нас, граждан. Исключительно. Смотри, смотри, какая интересная граждан. Чтобы на человека как-то воздействовать, нужно, чтобы он от себя зависит. А чем зависит? Финосирование откуда? Они же хотят, чтобы к ним партицам и так далее. Это очевидно. они же хотят им свою популярность и так далее. не хотят? Это ты говоришь хотелки. А с чего мы взяли допустим, что кто-то заходит говорить с Тукашенко, а не он в какой-то ситуации будет вынужден говорить с народом, когда у него в той же ситуации допустим не будет ресурсов при управлении его электоратом, не знаю как он одни с париан единицей. Вариант вы просто обсудили один пункт, не затронув другой. Вы же когда Лукашенко, я еще раз повторюсь, говорил свою фразу про присоединение к другому государству, он намекал, что вхождение в Россию любыми путями для него не вариант. Если он будет почувствовать, что население тоже этого не хочет, но его одновременно не поддерживая и Россию одновременно не поддерживая, то он будет перетаскивать недовольство со стороны России на себя, то есть забирать в населении недовольство и повышать свою собственную репутацию еще что-нибудь, чтобы самому ближе к народу быть, и чтобы народу было лучше, и ему самому было бы чем кормиться. Это вот такой вариант. Есть революционный, есть эволюционный. Интересно, какой играет. Народные проголосуют за евроинтеграцию. Например, Лукашенко предложили по луку. Людям в жизни евроинтеграции. А понимаешь, какая штука? Ты понимаешь, что мы выходим в АКБ, вы вообще в курсе о подписании коллективной безопасности? ОДКБ, СНГ, союзное государство, я не знаю, сколько их всего этого. Армения нет. существует никаких ассоциаций, никаких всего этого ничего не будет. Есть одно большое но. Армения, она не имеет хранить с государствами, которыми угрожают Российские Федерации. прямо. Она неинтересна. Беларусь тоже угрожает. Да, а вот Беларусь, ребята, да, Беларусь, тут великий пол заинтересован помахать дубиной. Да, ну, не видно. А где находится Беларусь на карте? С кем граничит Беларусь? Ну, это, ребята, это странно, даже не в курсе. Вишнори, думаете, с какого перепугу придумали? Не совсем. С какого перепугу придумали, а с какого перепугу Вишнори сделали частью Беларуси. Специально, чтобы разделить. Это бред Привишной. Вы это сейчас серьезно не серьезно говорите? Ну, не вне серьезности, а дело в том, кто это придумал и зачем это придумали. И откуда взялось? Знаете, есть в 94-м году, когда были первые выборы, существует электоральная карта Зенона Позникана, в которой показано, кто за кого голосовал, то есть распределены голоса. И вот как раз зона голосов, где больше всего националистов, то есть людей, которые за БЧБ, за МОВу, то есть против Совка их находятся как раз практически границы совпадают с Вишнорией. Есть у Радио Свободы картинка такая, электоральная карта Зенона Позника. Только я считаю, что это Лукашенко правильно поступил, это была белорусская сторона инициатива. Таким способом он разграничил, ну, так как сказать, обезопасил Европу и смягчил чуть-чуть сюда, сделал буферную зону. Сейчас повторяю, Вишнория, это просто мем для школьника. Его можно знать, что хочешь. Но не просто мем это, не просто, понимаешь, не было бы столько разговоров вокруг этого явления Вишнория. Это то же самое, как Лукашенко недавно ляпнул бред и тоже не просто ляп. Понимаешь, все эти ляпы, они, как бы, можно их трактовать как ляпы, но если рассматривать это в контексте тех событий, которые сегодня происходят, то, ну, довольно-таки многозначительное заявление. Кто хочет, тот это видит, понимаешь, анализирует. смыслы, которые можно понять. Кто не хочет, тот расценивает просто как ляпы. Понимаешь, то же самое Вишнория, абсолютно то же самое. Это все проверка на следующий день. Ляп очередной. Ребята, так все равно, как вот у меня вопрос, какой вы видите выход? Я, например, считаю, что вариант с Арменией у нас не прокатит по ряду причин. Да, прокатит. Не прокатит. Давай, кто у нас может быть лидером как Пашинян, то есть отсидевший конкретно, за которым пойдет народ. Еще раз повторяю, сам народ. Нет. А теперь еще учти, что Пашинян я тебе еще хочу сказать, что Пашинян являлся хоть и лидером маленькой, но все-таки фракцией в парламенте. Назови мне, пожалуйста, хоть одну фигуру такого масштаба. Народ. Еще раз повторяю. Ну, какой народ Фридом? Я полностью согласен с тем, что говорит Литвин. Это просто масса. Нельзя сравнивать Армению, Украину, еще кого-то с Белоруссией, потому что там вот этот климат политический он совсем другой. В той же Армении, там какое-никакое оно было гражданское общество, там эти процессы бродили в десятилетии, можно сказать. И Пашинян действительно фигура, которая не нарисовалась. Это даже не Навальный. Это действительно человек, который в армянской политике уже давно, его все знают, каждая собака, да, армянская застрим. про революцию в Армении, и там человек рассказывал о том, как Пашинян еще 10 лет назад, в 2008-м, возглавлял революцию, то есть он давно действительно в оппозиционном движении. его как гончара не убили, он не свалил как поздняк, то есть он оставался в стране больше 10 лет и при этом он нормально себя чувствовал. Поэтому такой вариант, как в Армении у нас не касается. Я не говорю, что он не возможно. Смотрите, я почему, можно сказать, почему я говорю? Мы можем взять и поговорить об этом, но обговаривая все в комплексе. что-то в качестве горизонтальных связей взять у украинцев, потому что именно горизонтальные связи украинцев сделали то, что у них случилось, в том числе Майдан и остановили агрессию Российской Федерации. Армянский вариант у нас возможен, но просто пока не сейчас. То есть, если что-то изменится в обществе, то есть будет налажены горизонтальные связи, гражданское общество разовьется за ближайшее время еще лучше, тогда у нас будет возможен армянский вариант. Но именно конкретно сейчас пока нет. Но для этого нужно время. Совершенно верно. Теперь будем тогда смотреть интересную вещь. Может, тут у нас, я же не просто так, ребята, напомню вам о договоре о ДКБ. То есть, любой из вариантов в данной ситуации здесь революционный, это будет только как со Слудским восстанием. Вспомните, тогда поляки сюда приперлись. Только у России есть уже полное право ввести сюда войска. Без одобрения своей думы, чего хотите, потому что уже подписаны. Поэтому, как ни странно, являясь противником Лукашенко, пока я топту за него. В плане того, чтобы еще немножко рановат. Пока нет. Но это не говорит о том, что не надо ничего делать. Надо смотреть. Просто, ребята, вы поймите, что сейчас и пророссийские силы у нас очень сильно активизируются, потому что они-то, ребята, заинтересованы в том, чтобы здесь началась буча. А для них ничего не делали? Нет, зачем? Ты слушал или не слушал? Делай. Ты договорить может хотя бы? Я говорю, что нужно выходить, и лабирит через Лукашенко свои интересы. Вот что я хочу сказать. Это раз. У нас, ребята, вот смотрите, вы же не будете отрицать, что у нас на местах, я имею в виду, районных, областных, я не говорю, что повсеместно, но есть достаточно грамотные люди, ну, не тупые, которым тоже надоела вот эта вся ситуация. Хозяйственные не имеются. Они просто пока что не активны. Согласен. А потому что, знаешь почему, я с ними разговариваю. Они не видят заинтересованность у народа. Как ты объясни, пригласи в эту группу пускай поделки. Так, чтобы ты понимал, объясни. Многие из них говорят, если народ выйдет, сразу я говорю, лично, 20 КамАЗов будет с чем лежать под госполкомом. А кто говорит в госполком? я в чем проблема. не забывайте про военную доктрину, которую они там обсудили. Она больше направлена на внутреннее волнение, чем на внешнее. правильно. Я же поэтому и говорю, что сейчас пока вот эта штука не сработает. Пальчес правильно сказал, еще рано надо готовить силы, то есть готовить людей активных, подготавливать общество и работать, так сказать, вот как мы сейчас в скрытую, пока не выходить на площади с целью что-то сделать, а работать с народом, чтобы потом народ вышел. То есть в Армении это все проводилось долгие годы и все это было. А у нас сейчас появилась возможность. Мало того, ребят, смотрите, каждое волнение, которое проходило, вот я не знаю, но мы на нашем сервере, когда обсуждали каждый митинг, как вел народ, как те оппозиционеры вели, как блогеры себя вели. По крайней мере, когда каждый человек будет знать не статистам присутствовать и бежать, а знать, что нужно делать, поверьте вы мне, это я вам говорю за украинский горизонтальный связи. Я за южнокорейские связи. Мне кажется, что плохие варианты, опять не понимаю. Не знаю, мне кажется, кто-то тут говорил, что, наверное, лучший вариант, чтобы сам Лукашенко стал заинтересован и повернуться, то есть, первый, чтобы начал он какой-то переворот. Нет, но к этому можно подтолкнуть, совершенно верно. Путин его подталкивает постоянно уже в Евросоюз. То есть, Лукашенко развернулся из-за того, что Россия его затолкает. Мало того, если выйдет народ, заметьте, выйдет народ, против декрета не под оппозиции и за оппозиции, а просто выйдут женщины и дети, вспомните, когда выступали, бабушки, вот это будет действенность. Допустим, он вот восточное партнерство, вот все-таки он вступит туда. Может, это был бы такой осторожный шаг, а там будет смотреть, что дальше будет делать Путин, допустим. Надо за Лукашенко смотреть, что он делает. Там больше надо смотреть за Макеем. Или за Макеем, да, как он себя ведет. Так, Макея это человек Лукашенко, в принципе. Я бы не стала разграничивать Лукашенко. Нет, нет, нет. Извиняйся, перебив, в том-то и дело, что Макей получил, как бы сказать, carte blanche, и он действует совершенно верно от имени Лукашенко. Да, посмотрите, с кем он встречает, проанализируйте. Как бы Лукашенко еще, повторяй, не было и в Союзе в 20 лет. Лукашенко через Макея прощупывает в путь на Европу. Ну, я, если честно, не думаю, что европейцы, например, дадут ему гарантию власти, чтобы он нам все сделал пожизненно, если он подпишет какой-нибудь там Европе. не надо. По мне кажется, что он по-другому хочет. Он видел уже, вы поймите, по Киеву, по-моему, встал. Он сколько у него бабла забрал, чтобы он здесь жил. Второй Янукович, он не хочет повторить судьбу. Лукашенко достаточно богатый человек. Он хотел бы провести со своим Колей где-нибудь жизнь. Я не знаю, в Китае Гарантии хочет получить. Смотрите, Беларусь не входит в ОБСЕ, в Совете Европы. Лукашенко нужны гарантии, а если он войдет в какую-то европейскую организацию, это же подразумевает внутренние законы изменить. Как ни крути. Нас же нет в Совете Европы белое пятно на карте европейской. На нас европейский суд не влияет никак. Ничего. А в любом случае, ну разве что ему поблажки дадут, как вот сейчас уже там и Меркель глаза закрывает, а был он вступил в это восточное партнерство, и бог с ним, что он тут как диктатор, уже никто его диктатором не считает. Но это у них там свои политические игры. Нет, 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 любой шаг в сторону ЕС, это наступление на Беларусь России. Правильно, совершенно верно. Вот в том-то и дело, ребята, что мы находимся сейчас в такой, извините, жопе, что сейчас не знаешь, где пукнуть, где что сделать. Я, конечно, извиняюсь, но почему-то я вижу эти саги. Синусирование увеличивается соглашением. Самым лучшим случаям просто запад пытается перетянуть Лукашенко на себя. Это самый самый оптимистический вариант. Если он существует, конечно, мы-то не знаем, чем это конкретно нужно Лукашенко, кроме ресурса. Ребята, только здесь одно есть НО. Лукашенко это понятно, но нужно показать западному обществу, что именно и население стремится туда. Это выражается разными путями. В том числе и через культуру пробачься калиласка, через белорусскую молу так сам. Поэтому я здесь и натискал, что типа давайте разговаривать. Нет, мы хотим, чтобы нас больше русские принимали. Да нахрен не нахрен. Это выражается про силовические права. как выражается. У нас их нет. Мы уже как-то говорили на одном из стримов, что язык белорусский это инструмент, при помощи которого можно это объединить. А русский язык в данном случае это просто нечто лишнее. и не знаю как выразить. Можно так выразить, но я не смогу. Если бы был наш белорусскоговорящий коллега, он бы это сейчас сказал. Ну, я увы. никто не говорит, что мы должны подчеркивать, что мы другие, мы постоянно должны стремиться, что мы европейцы. там плюс все-таки выборы, которые будут могут быть и в девятнадцатом году, могут быть что-то все-таки Лукашенко передумает. Я почему-то не чтобы не уверен, но у меня почему-то есть такое впечатление, что эти выборы какие-то будут отличаться от того, что было где-то в десятом году. Не в каком смысле. стримы вести, собственно говоря, и больше огласки будет. Причем здесь стримы, просто ситуация уже другая. Сколько же больше 25 лет будет? связь с Россией, что в этом смысле что-то будет. Ну, россияне тоже готовятся, потому что Литвин говорил про сеть этих агентов влияния российских. Они собираются через какие-то гражданские согласия, например, еще какие-то недавно организации долго обсуждали, кто там на Б какой-то чувак создал. Они собираются через вот эти организации, которые якобы объединения граждан обуздать вот это недовольство народное. то есть тут тоже начинается такая борьба за массы, скажем так. Либо обуздают российские эти организации, да, либо белорусы, ну, белорусская организация и государство как-то сможет устаканить ситуацию. Вот что будет, мне кажется, в 2020 году, потому что все-таки народ уже наелся давно Лукашенко и я не знаю, если честно, с чем он может пойти на выборы 2020 года, какая у меня там будет программа, какой лозунг вообще, ну, чем он обоснует свою еще одну пятилетку, да. Нам просто нужно объяснять народу, что наше будущее Беларусь только на Западе, именно в союзе, не в союзе, давайте так же, взаимодействии с Европой. В частности, партнерстве, в частности, как пример, можно приводить Польшу, кем она была, как стала и что сейчас в Беларуси, по-моему, на четвертом месте уже по покупке недвижимости, после украинцев, немцев, англичан, четвертой Беларусь. То есть туда надо идти. И чем мы вот как на это личное мое мнение, будем больше акцентировать внимание на европейской Беларуси и отрывание от тюрьмы народа, какой им сейчас является правоприемником Российская Федерация, тем для Беларуси это будет лучше. Любыми способами, ребят. это мое мнение, вы можете думать по-моему. Мне кажется, не объяснишь, что может быть не объяснишь, понимаешь, здесь бы очень сильно влияло по-моему. Это не самый лучший вариант. Потому что кто там, только отдельные граждане какие-то могут или там общество какие-то определенные могут как-то до народа доносить. государство оно бы здесь бы сделало очень большую работу. Если бы у нас политика была конкретно типа европейский белорус, а не белорус советский. А чем менять блогеры? Вот блогеры почему этого не могут делать? Не понять. Потому что блогеры пляшут от людей. Я обращаюсь. Можно я поопоную цему господину и скажу ему, что государство это перв за все это ты. И как ты себя чувствуешь? И те люди, как бы это дивно не звучало, которые скажут, что я считаю так, так, так. И моя государственная политика вражается в этом. Тут нет никакого противоречия. А человек, который говорит, что государственная политика должна быть такой, тогда я поддерживаю. Она как бы себя от стороннего управления страной. И говорит всем, что страна это не я. Краина это какие-то люди, которые там решают за меня. А если ты начнешь от имени себя сказать, что мне первое импонирует вот как Литвин например сказал, что если вы будете наводить пример, в том числе и Польши, никто тебе не не заводит наводить какие-то другие примеры, в том числе и украинский вариант, тут нема ничего там дивного, или все таке инше. Ты можешь наводить примеры, да, можешь наводить примеры и я понимаю, согласен, да, что вы сказали, но проблема в том, что в Украине на уровне государства декларируются те идеи, которые сегодня в Беларуси остаивают только определенные граждане, да, и как повлияет на там нашу власть, да, чтобы они тоже как-то поддерживали этот курс, я, честно говоря, не знаю. Ну да, можно как бы говориться о том, что мы государство, мы общество и так далее. Как вплинути? Вплинути это впливать на течение или иначе подые, может, гражданская думка. Если ты, как гражданин, переконливо будешь доносить свою думку до других граждан, и будет формироваться гражданское суспільство, которое будет высловляться через засоби массовой информации в социальных то, если все будут заражены этой думкой, и это будет абсолютная большинство, у государства не будет другого выбора. Но это не означает, Сергей, что это должна быть абсолютная большинство. Это достаточно инициативных граждан, которые будут поднимать и указывать на проблемы. Ну, мы такие варианты. Пример белорусизации, когда начали раскручивать просто патриоты, скажем так, идеи с вышиванками, еще белорусскую мову продвигать в массы, и государство уже посоветилось, поняв, куда ветер дует, и там БРСМ начал уже ладить свой день в вышиванке, начали популяризировать как-то и так далее. это понятно. То есть я абсолютно не там Сергеем не это самое, у нас не разные позиции, у нас одинаковые, просто вопрос мой, как вот именно нам объединиться, да, чтобы можно было наше усилие, ну, как-то приумножить, вот в чем вопрос, вопрос в том, что вот Литвин тоже озвучивал, как вот разрозненные группы, да, граждан, там, в разных городах Беларуси, там, может быть, в деревнях каких-то и так далее, люди шкучкуются в любом случае, вот как это, эту, скажем так, разрозненные точки какие-то объединить в сеть. Можно я, нет, с помощью... Нет, подождите, ребята, я вам скажу, здесь присутствуют Сергей, я его достаточно долго знаю, и это его, кстати, мысль, я его очень сильно поддерживаю, именно вплоть до того, чтобы организовывать такие, например, как Дело Пробеги. Серега, это действенно, ты являлся организатором, правильно? Ну, что значит являться? Я являюсь. Ну, и так создаются Дело Пробеги. отличная идея, кстати. Это то же самое с, я не знаю, да хоть любители пива, ребят, хоть вот Лидерфест. Я согласен, вот именно, что интернет тоже может быть инструментом, да, но пока мы начнем в офлайне как-то встречаться друг с другом, да, видеть, что вот есть такой же живой человек, который точно так же думает, да, ну, дальше разговоров это не пойдет, за сто процентов. А вот нужно думать в какой-то формат офлайна. Ребята, а вот здесь бы я поостановился пока. Вы уверены, что все здесь присутствующие, те, за кого себя выдают? У вас здесь есть... Тут я тебе сразу хочу сказать, что вспомни, посмотри на Россию, что произошло. ФСБ и КГБ очень любят делать из таких инициативных людей, так сказать, фабриковать дела, создать дело какой-нибудь антиправительственной организации, внедриться и сказать, а давайте примем устав формальный, создадим формальную партию, соберемся в кафешке, попьем пивка, поговорим о политике, а потом, хопа, наручники и по 15 лет. Нет, если делать, то делать грамотно. Если в данной ситуации, как вот здесь, на этом сервере, я ребятам это говорил, наверное, у меня так никто и не понял, но много чего делается очень классного, но так сказать, эх, с молодой с молодой. Значит, я вот белорусам, которые только набираются опыта в этом вопросе, хочу сказать следующее. В публичном пространстве, если имеете возможность выступать, то выступайте и делайте это. Только перед тем, как вы что-то скажете, всегда употребляйте следующие слова. в узких кругах говорят, по мнению некоторых людей, злые языки говорят, иногда в газетах пишут следующее. И после этой фразы вы можете дальше употреблять любое предложение. Да, Сергей, правильно. И вам формально ничего, никто, никакая лингвистическая экспертиза формально вам ничего не привяжет. В эфире именно так я стараюсь действовать. То есть использовать вводные обороты какие-то и, так сказать, оценочные осуждения, чтобы не могли сказать. То есть не говорить утвердительно и четко. Всем там сказать что-нибудь, что ну, как бы, я там где-то слышал, видел, очевидно, всем известно, но без конкретики. Ну, вот оно, в принципе, отличие гражданского общества Беларуси, да, и Украины. То, что мы до сих пор такие, скажем так, вещи, довольно-таки обычные, да, для некоторых стран можем сейчас сделать только в интернете, скрываясь под никами. Но я не говорю, что это плохо, это ситуация такая. Вот. Украина это уже тоже пережила. Ребята, вы что думаете, что там было все сразу так классно? Нет, так понятно, что с места в карьер это просто нецелесообразно. Ну, значит, так на. Итак, чтобы недомить зрителей, давайте подведем немножко итог стрима, а потом продолжим, так сказать, общение просто по интересам, вне рамок эфира. Так уже два часа у нас идет стрим, третий час. Подытожим. Я хочу, хотел бы сказать, что мы уже тысячу раз на стриме обговорили, обговорили то, что каждый желающий может включить по телефону стрим, а мы сделаем трансляцию. Неужели вы все такие ленивые? Или включить там пойти на суд и включить там голосовой чат, и по нему мы можем транслировать. В чем проблема? Да, ни в чем не проблема. Наверное, в том, что пока никто желающий не согласился. Да, в том, что пока люди еще может быть серверы еще пока малоизвести. Не хотят. Поэтому делайте репосты, распространяйте видео, и подписывайтесь на нашу группу в Телеграме, в Дискорде, присоединяйтесь к нам в чат и высказывайте свои идеи по поводу того, что изменить в Беларуси, ну, а также в вашей стране, если вы живете, допустим, в России или где-то еще там в другой стране. То есть будет интересно поговорить, обменяться опытом. Итак, на этом мы сегодняшний стрим заканчиваем. Если вы хотите, так сказать, присоединяться к нашим беседам и слушать все полностью, участвовать в дискуссии, то заходите, конечно, к нам. Все, до свидания.